Вторая половина журнала Пятидесятилетие со дня смерти английского поэта Джона Донна Тогда мне не удалось пристроить интервью ни на радио, ни в русской прессе Так что оно ждало своего часа девять лет И, наконец, дождалось пятидесятилетия Бродского Чем не повод? Несколько слов о Джоне Донне, о котором пойдет речь Жил Донн с последней трети шестнадцатого, первой трети семнадцатого столетий Был возником Тауэра, перебежчиком из католической в англиканскую церковь Поэтом, настоятелем Лондонского собора Святого Павла В анциклопедиях его характеризуют как представителя английского барокко О великих поэтах часто говорят, что они опережают свое время Если понимать эту фразу буквально, то можно прикинуть, насколько тот или иной классик И впрямь опередил свое время Судя по отношению литературной критики и читателей к Донну Он был впереди своего времени примерно на два столетия Окончательно его репутация утвердилась в девятнадцатом веке Стихотворения Донна в Советском Союзе были изданы в семьдесят третьем году Но трехтомник проповедей Джона Донна, регулярно переиздающийся в Англии Русскому читателю, насколько я знаю, практически известно Но между тем, в проповедях Донн остался к своему Послушайте, как и проповеди Когда погребенная человеческая ночь прорывается наверх травой Этой травой кормятся животные А этими животными люди Это Бог, который знает, в каком ящичке его шкафа лежит каждая его жемчужина В каком уголке мира походится каждый атом Каждая частица человеческого праха Заново собирает этот прах И соединяет тело И подушевляет человека И в этом завершении всего А теперь интервью с Иосифом Бродским Как вы открыли для себя Джона Дона? С чего для вас начался этот поэт? Натнулся я на него примерно таким же образом, как и большинство людей И, видимо, натнулся на него, это с эпиграфа Такому звонит Коулка Почему-то считал, что это перевод стихотворения И поэтому я, значит, попытался найти себе, ну, найти сборник Дона, да? И найти именно этот отрывок Все было безуспешно Только потом мне стало, то есть я дошел, догадался, что этот отрывок из его проповеди То есть в некотором роде Дон для меня начался примерно так же, как он начался для английской публики в некотором роде То есть для его современников, потому что Дон в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт Самое интересное, по-моему, то есть интересный деталь, как я достал эту книгу Книги у меня не было, я его рыжку по самым разнообразным антологиям В 64-м году я был, я получил свои пять лет Я была арестована и сослана еще в Арханскую область И в качестве подарка, то есть связанного с этим событием К дню рождения, по-моему, Лидия Корненчуковская прислала мне, видимо, она взяла библиотеку своего отца Издание Донна's Modern Library, то есть современная библиотека И тут-то я впервые прочел все стихи Донны, которые, собственно, тут-то я его и начал серьезно читать Возвращаясь к вашей большой элегии Джону Донну Когда вы писали ее, что более на вас влияло? Образ поэта, каким вы себе его представляли? Или, собственно, его поэтика? Два или три обстоятельства, собственно, были самыми решающими То есть не решающими, а подвигшими меня на это мероприятие А именно на сочинение этой элегии Прежде всего я сочинял это, по-моему, в 62-м году, если я не ошибаюсь То есть зная о Донне чрезвычайно мало, то есть практически ничего То есть зная какие-то отрывки из проповедей и стихи, которые я обнаружил в антологиях Главным обстоятельством, я думаю, на меня, то есть так подвигшими меня принять из этой стихи Донны Была возможность, как мне показалось, об ту пору Такого, как бы сказать, центробежного движения в стихотворении То есть это, ну не столько центробежного, как камень падает в крот и постепенное расширение То есть прием скорее кинематографический, да, где камера отдаляется от центра, да То есть, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, скорее образ поэта, но не столько образ поэта, да Сколько образ тела в пространстве, да, потому что Дон, англичанин, живет на острове, да И начинается его спальня, начинается постепенное расширение перспективы, да Ну вот и сначала, значит, это комната, потом это квартал, потом это Лондон, потом это остров, потом это море, потом это место в мире, да Ну вот, и это постоянное расширение, это то, что меня несколько-то об ту пору Ну, я не знаю, не то, что меня интересовало, но захватило в тот момент, когда я сочинял это Во-вторых, во-вторых, и я написал первую половину этой элегии, просто эти вопросы, и остановился как скопанный Потому что дальше ехать было некуда, потому что я уже там дошел до того, что, значит, что это было не только там, скажем, мир, но это уже, как бы сказать, взгляд на мир извне имел место То есть, это уже серафические области, то есть сферы и так далее До них я, как бы, дошел, потому что, исходя из того, что он проповедник, и это, значит, сферы небеса и так далее, и так далее, вся от небесной иерархия Это, как бы, тоже сфера его внимания, да Тут-то я остановился, не знаю, что делать дальше Дело в том, что все эти самые, вся первая часть, она состоит из вопросов Как бы сказать, герой стихотворения спрашивает, кто это ко мне обращается То есть, ты город, ты пространство, там, скажем, ты остров, ты море, ты небо, там, вы ангелы, который из ангелов, ты Гавриил и так далее, и так далее Я не знал ответа, то есть, я понимал, что человек может слушать во сне или во сне или в спальне, находясь ночью Вопросы к нему обращенные, но от кого они исходят, я не понимал, вдруг до меня дошло И это очень уважилось в перестопленную яму в одну строчку Нет, это я, твоя душа, Джон Дон Ну, вот я отсюда, во вторая герой стихотворение Теперь у меня к вам вопрос, скорее, как к переводчику, чем к поэту Еще в Ленинграде вы перевели несколько стихотворений Джона Дона, которые были позднее опубликованы уже на Западе Есть такое мнение, что переводчик это всегда соперник Переводил вы им автора Кем чувствовали вы себя, переводя Дона? Соперником, союзником, учеником, мэтром или собратом по перу? Ну, Хирмс, конечно же, не соперником Соперничество с Доном абсолютно исключено, оно, как бы сказать, невозможно Вот просто благодаря, то есть, ну, благодаря, собственно, качествам Дона, как поэта Ну, это одно из самых крупных явлений вообще в мировой литературе, на мой взгляд В истории поэзии О соперничестве не могло идти речи переводчиком, просто переводчиком, я полагаю Не соперником, не союзником Союзником, скорее, потому что переводчиком всегда до известной степени союзником Учеником, да, потому что переводя его я чрезвычайно многому научился Прежде всего, я думаю, одно из самых, один из самых главных уроков Дона для меня Как, ну, для, скажем, человека, писавшего стихи по-русски, то есть, как для, грубо говоря, русского поэта Заключался в том, что Дон, дело в том, что вся русская поэзия Поэзия, она, то есть, ну, по преимуществу строфична То есть, страфична, то есть, она клеила чрезвычайно простым Чрезвычайно простых страфических единицах То есть, это станция, да, четверостишая В том, как, у Дона я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру, да, там Чрезвычайно сложные страфические построения Это мне было, например, интересно, и этому я научился, я думаю И, в общем, вольно или невольно, я принялся заниматься тем же самым Так, ну, это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества Что касается, ну, это примерно, это, собственно, действительно Ну, кроме того, конечно же, у Дона, читая его, или, тем более, его переводя Учишься очень многому взгляду на вещи Вообще, всякий читатель или переводчик, особенно, если он сам занимается стихосложением Он всегда научается чему-то Так, например, у Дона, ну, я просто, не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него Этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да То есть, по сути дела, вообще все, то есть Это не слишком долго, нет? Нет, нет, нет Это довольно все интересно, потому что тут масса еще, можно сказать Дело в том, что, на самом-то деле, на самом деле, это вот как Святая говорил Голос правды небесной против правды земной Но, на самом деле, речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной То есть, явление бесконечных в язык конечный, да? Но, причем, от этого оба выигрывают То есть, он становится, вы понимаете, что он всего лишь, что это всего лишь приближение, как бы сказать, выражение стерафического порядка, да? Вот, в то время как и стерафический порядок, будучи поименован языком чрезвычайно смертным, становится более реальным, да? Вот, и это совершенно замечательное взаимодействие То есть, это вообще суть хлеба поэзии Что она донна порою критики, особенно советские литературные критики, я имею в виду, упекают в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа Насколько вообще, по вашему мнению, применимы, говоря о поэзии, такие понятия, такие категории, как ретроградство или прогрессивность? Ну, это детский сад, конечно же, это уровень дискуссии детского сада Дело в том, что вообще, когда мы говорим о ренессансе, не совсем понятно, что мы имеем в виду Как правило, когда, произнося о ренессансе, немедленно что приходит в голову человеку Это картина, полный натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток, в общем, некий элемент жизнерадостности В то время как ренессанс был временем чрезвычайного, чрезвычайно нежизнерадостным периодом Это, по крайней мере, это было время колоссального, духовного, идейного, какого угодно разброда, политического, прежде всего Уже хотя бы потому, что, ну, как бы сказать, период ренессанса, или то, что называется ренессансом Я вообще, ну, ладно, я не буду вообще обсуждать, то есть вдаваться в эти детали, потому что это заведет нас слишком далеко Но, в принципе, ренессанс это время, когда догматика, церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении, там, уже тысячелетия, догматика христианства Она, как бы сказать, перестала устраивать человека, то есть она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов, да То есть это связано было с расцветом чисто мирских наук, то есть нормальных наук, да То есть, например, дом жил в то время, когда, например, чтобы дать вам один пример, когда получил, как бы сказать, право гражданства гиллицентрической системы То есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, ее центром стало Солнце, да Что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику Например, то же самое впечатление, наверное, как и расщепление атомного ядра произвело в наше время Вообще, говоря о Ренессансе, то есть это, Ренессанс следует отметить, что это был просто, ему был присущ огромный информационный взрыв Что, между прочим, нашло себя, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона То есть количество его информации, которое он оперирует, познание, детали и так далее, и так далее То есть у него постоянно, он все время совершает, производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все, что угодно Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, вообще и к дидактическому, какому угодно багажу Дело в том, что поэт, он прежде всего, поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я уже сказал И поэтому для него, в общем, все это, все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка То есть язык, в общем, всегда, то есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да То есть язык с точки зрения языка, а поэт слуга языка, да Иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует И это одно из самых поразительных ощущений, которые возникают при чтении Дона Что это поэт, который, в общем, говорит не как личность, не как персона Не то, что он вам навязывает или излагает свои собственные взгляды на мир Но как бы сквозь него говорит язык, да Это довольно захватывающее впечатление произойдет Вообще, чтобы объяснить русскому человеку, что такое Дон В общем, то есть, я бы сказал, как поэт, стилистическая такая комбинация Ломоносова, Державина Я бы еще добавил Федора Григория Сковороды То есть с этим речением Сковороды, там, я не помню, из какого-то стихотворения, я не помню, что Не лезь в Коперникова сферы, возри в духовные пещеры, да Или в душевные пещеры, что даже лучше Стоя еще разница, что Дон был более крупным поэтом, я боюсь, чем все эти три стихи взятые И для него, в общем, антагонизма не существовало То есть антагонизм для него существовал как выражение вообще антагонизма Существующего в мире, в природе, да А не как этого конкретного антагонизма Ну, про него вообще можно очень много сказать Он вообще был поэт, стилистически он был поэт довольно шероховатый Кольридж сказал про него довольно замечательную фразу Он говорит, что читая последователей Дона То есть поэтов, работавших в английской литературе позже То есть столетия спустя То есть два одни, пропы и так далее, и так далее Чтение их сводится к подсчету срогов То есть к подсчету стоп, да В то время как, читая Дона, измеряешь не количество срогов, но время, да Это, в общем, то, чем занимался Дон в стихе Это сродни до известной степени мандельшамским растягиваемым цезурам Удержать мгновение, остановить мгновение, которое по той или иной причине кажется поэту прекрасным Или наоборот, как в воронежских цитрадях Там также шероховатость на пышки и усечение Стоит усечение размера То есть такая горячка То есть для того, чтобы, скажем, ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным Эти вот, эти качества одновременно привлекали и отвращали от Дона Его стилистика, то есть вот эта шероховатость, о которой мы сейчас говорим Она, конечно же, произойдет несколько отталкивающих впечатлений для читателей Которые были настоены на Спенсере и на всей предыдущей поэтике Которая чрезвычайно много заняла То есть возник вообще всякая реакция на итальянскую поэтику На все эти сонетные формы, на петарку и так далее Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном Как, впрочем, и то, что последовало за Доном Тоже было результатом такой, как бы сказать, гармонического прогресса в языке Это примерно ситуация Это примерно... Дона читает примерно так же То есть современному англичанину, как я полагаю Или англичанину в 19-м или 18-м веке Примерно так же сложно и, я бы сказал, не очень приятно Как, скажем, нам читать Кантемира или Тридиаковского Потому что, в общем, чем мы занимаемся? Мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных, да? То есть, ну нет ничего более глупого, чем ретроспекция с точки зрения прогресса Но при этом, все-таки, например, поэты 20-х годов смогли... 30-х годов, поэты-модернисты, в частности, Эллиот Смогли прочесть и увидеть в Доне Безусловно, безусловно, потому что, конечно же, Дон со своей проблематикой С этой неуверенностью, с разорванностью, или раздвоенностью Или расстроенностью, я уже не знаю, сознания Это же, конечно, поэт чрезвычайно современный То есть его проблематика, это проблематика человека вообще Особенно человеку, живущего во время переносащего Переносащего и информационным, популяционным Я вообще каким-то не было иным, да? Большое спасибо, не начали